Только глупец может недооценивать истинное величие Грузии, но вы-то не глупцы, я тоже, а меня зовут Алексей Халецкий, вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю. На уровне сложности божество как раз изображает Тамару, грузинскую проходить 7th Civilization 6. Если вы сейчас наткнулись на это видео, то вся инфа о прохождении в первой серии, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии, идите смотрите, как и рейтинг цивилизации про Грузию. Там всё описано, ну а спонсоры канала всей серии видят сразу большое спасибо им за поддержку, и давайте продолжим наше прохождение. Мы вышли в промышленную эру, в Грузии опять золотой век, героический у Горга и золотой у Ацтека. Тёмные времена в Монголии наступили. Что мы в этот раз возьмём, слушайте? Давайте подумаем. Ну к оружию, мне кажется, нету смысла брать. На какое-то одно устремление. Реформа денежного обращения. Тоже нам будет мало денег дать, потому что мы можем отправлять только в города-государства, а там будет по одному району максимум. Так, здесь живут драконы. На других континентах мы не будем ставить города, так что у нас остаётся только пульс паровой машины, тем более, что кампусы у нас в принципе неплохие на соседство, соответственно и... И, соответственно, и производство они будут давать неплохое. Вот здесь у нас восемь, 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 восемь. О, кайф. Так неплохо производство, кстати, подняли. Так. Блин, Вахалкалаки бы вырастить. Город до десяти, чтобы райончик можно было поставить. Кстати, а тут где-нибудь... Священное место... Тут два, 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 три. Вот здесь на плюс три может священное место Вахалкалаки встать, так что, наверное, можно попробовать. Ладно, чуть позже. Так, аквакультуру... Улян надо бы сделать, я помню. Ну, больше мы за веру рабочих покупать не можем. Но, наверное, имеет смысл тогда укрепить религию уже окончательно. Новых гурдвар мне покупать... Простите, где-то я вроде строил священное место. В Аютхае купил. В горе купил, в Тбилиси купил. Вот тут я строю. Но я думаю, что я накоплю. 103 вход я накоплю еще, пока мы там храм построим. Так что давайте я куплю апостола. Да, да, укрепляем религию. Посмотрим, что там есть вообще. Этим рабочим я тут все обработал. Магнус у нас в горе приехал. Наверное, не будем менять местами ничего. Блин, мне кажется, лян, конечно, лучше в Кутаиси бы сработало. Но я бы сначала тут обработать. Мастера аквакультуры пока нету. Наверное, какой-нибудь туда отправлю рабочего. Вот сюда тут куча всего не сделано. Так, эти у нас плывут руинки собирать. Ну, можно будет на самом деле каперы, но пока я их построю, пока они доплывут. Так, вот пока обрабатывать нечего. Лакопан не могу атаковать. Какой-то вообще могу атаковать. Аккад только. 385 силы. Тут нечего атаковать. Блин, может Гонконг попробовать? 48 силы это должно браться. А для этого больше надо... Каравелл. У меня вся основная сила здесь. А, наверное, пока на скаутах понабиваю веру. Тут надо контролировать рыцарей. Тут вполне могут корабли появиться. Так, здесь холмы. Здесь холмы. Наверное, можно вырубать эти леса и ставить шахты. Блин, я вот думаю, когда до 7 вырастет, кампус мне поставить или священное место? Я бы священные места все-таки первыми ставил. Просто для того, чтобы город быстрее рос, соответственно, до 10 вырастет, и я кампус могу поставить. А кампуса у нас в этом городе либо сюда, либо сюда. Абсолютно одинаково будет на плюс 2. Так, у меня надо... Короче, надо сюда, типа, например, священку. Сюда кампус. Или наоборот. Вырубать ли лес. Лес дает соседство священке. Тут холмы с другой стороны. Наверное, вырубал. Значит, сюда. Сюда. Можно уровень взять. Так, здесь кумы. Темпломайор строится. Бахалкалаки универ готов. Ну, верфи надо строить. Где это возможно. Тут акведук я... А, я сюда рабочего вел. Черт, я забыл об этом. Все, я хотел сразу уже производственную площадь ставить. Блин. 15. Прешу же мне туда построить. Ну, давайте пока, наверное, строителя. Надо как-то не забыть сюда рабочего привезти. Эти пускай тут повырубают пока. Махенджи Даро перекупили. И он мне войну обвел. Действительный использование гонпа. У меня там бегало парочку. Махенджи Даро стоит ли мне его... Ну, вообще, у меня одного посла хватает. Это же способность... Давайте все-таки будем сразу 10 и... Сразу союжу. Из-за способности Грузии. Сюда заведу. Так, это бегало в Махенджи Даро. Я бы, наверное, не отправлял. Слушайте. Из городов у меня как? Из Ахалкалаки в Тбилиси бегает. Из Аютхая бегает. Из Рустави бегает. Из Гори бегает. Из Кутаиси бегает. Бегает Зугдиди. Ага, вот из Зугдиди не бегает. В Тбилиси. Теперь бегает. Из Поти бегает. Из Хашури бегает. Из самого Тбилиси никуда не бегает. Поэтому давайте из самого Тбилиси, собственно, и отправим. Так, ну вырубаю. В Поти, блин. Хотя, я бы, наверное, один ход подождал. Потому что мы сейчас сразу мастерскую закончим, получается. А район я не смогу пока ставить. Поэтому подожду. О, блин, еще один караван. Ну, давайте опять из Тбилиси. Два каравана из Тбилиси, чтобы побольше. Плюс четыре по деньгам. Это у меня надо грабить. Так, 360. Что у меня здесь вообще стоит? Довольство, содержание юнитов. Вот это убираем, и вообще будет минус 20. Да я что-то очень много галер настроил. А стоимость покупки клеток, кстати, тоже надо будет убрать. Надо будет на караваны, конечно, поставить. Так, раз у нас стоимость покупки клеток, может мне клетки повыкупать? Пока аквакультуры нету, нужны клетки с едой. Вот, например, в Руставе. Эту рыбу. Так, тут, наверное... А, и вот тут Зубдиди, давайте краба. Наконец-то, да, обработаем. Как-то, чтобы рос город. Укрепляем. Что у нас осталось? Построенные города, сразу религию. Нафиг надо. Сильнее влияет. Возможно. Религиозные юниты игнорируют стоимость перемещения. Нафиг надо. Поражение в теологической на уровне я не хочу. Военные юниты, вот защитник веры рядом с собой. Распространять дальше, либо крестовый поход. Распространяется на 30% дальше. Какие у нас тут религии вообще? Кстати, еще кто-то один не основал религию. Кто-то взял и все еще не основал. У нас основали греки, монголы, Рим и я. А взятые... Ну, зулусы еще не основали. 1560 год до нашей эры, а уже 1070 нашей эры. Нормально вообще? И зулусы до сих пор не основывают религию. Как православие 14, синтаизм 6, 2, 3. Ну, если 14, а у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То 5 городов здесь, да? Плюс Аншан. Вот эти нет. Ну, блин. Наверное, надо, чтобы дальше распространяется. Или сильнее. Давайте сильнее. А книгопечатание я, по-моему, открыл уже. Да. Давайте сильнее пускай распространяется. Тут, видите, ничего нету. По идее, должно сюда нормально распространять, чтобы я науку получал. Я уже получаю 25 науки. Поэтому, наверное, Писание берем. Ну, плюс 4 за полное закрытие всех верований. Лук-Дуну. Будущее Лондон стоит. Так, тут храм. Бурдвару купим. Порох открыли, да? Ну, в индустриале. Блин, я хотел, вообще-то, хоть немножко... Квадрирем построить. Блин, тут два арбалетчика. А, давайте пока военную науку. Надо на АП поставить и два арбалетчика таки сделать. Сейчас это стоит 250. А если карточку поставить, будет 125. Два арбалетчика я могу сделать. И карточку на квадрирем и поднастроить. Квадрирем. На еду буду отправлять в Тбилиси-Рос. Быстрее. Так, вот теперь, наверное, можно вырубить. Так, пока тогда тут подержим. Следующим ходом буду район тут строить. Тбилиси-Рос. Ткачонску великим людям. Скоро торговца могу получить. Ваши торговые пути. Ваши города дают 0,5 золота для... О! А вот это, кстати, очень крутой для меня торговец будет. Как раз для моих внутренних торговых путей. Просто открываем тут море. Смотрим, как у нас континент выглядит. Ну, библиотеку... Универ продолжим делать. Я помню, что я пытаюсь накопить ваншане. Кстати, я амани никуда не отправил. Ну, я бы в свой город отправлял, а не в Махеджи-Даро. Куда-нибудь в свой город, чтобы иметь счастье и жилье. Так. Что в поте, например? А в хашуре у нас и так Виктор сидит. Так, у нас варианты поте, ахалкалаки и зугдиди. Зугдиди будет медленно расти, ахалкалаки тоже. Поте тоже не то, чтобы быстро. Но тут больше вариантов вырасти, мне кажется. Или в ахалкалаки лучше. Тут 29 ходов. Тут выхлоп больше. То есть, благодаря счастью от амани... А, давайте в ахалкалаки пока. Так, тут откладываем производство. Следующим ходом будем райончик ставить. Так, 157. Пока отстаю. Ванурима 216 вход. Горе не испытывает недостатка. Крутую промышленную зону построил в горе. Так, наверное, тоже мастерскую. А не исследовательские гранты. Здесь, наконец-то... Ну, все-таки, наверное... Как я и говорил, священное место. Просто только все-таки куда его? Сюда или сюда? Ладно, давайте сюда. Тут не дает... Два леса давало бы плюс один. Пока ничего не дает. Ну, я пока здесь шахту. Я знаю, что я там хотел кампус. Но пока шахту. Когда я там кампус тут смогу устроить? А так тут уже идет производство. Видите, эта клетка обрабатывается городом. Тут не так много у него клеток. Потому что вассалы тут держу, чтобы счастье получать. Тут просто стоим этими трибушетами. А, нет, не стоим. Подошел какой-то... Парень хочет камнем в голову получить. Я даже вот так подойду, чтобы он трибушет не атаковал. Я не думаю, что Гонконг с силой 48 берется трибушетами. Хотя бы бомбарды подождем. О, еще руинка. Вообще, хорошо я сюда рыцарями приплыл. Так вот, как высадиться спокойно, пока не знаю. Наверное, сюда пойду. Блин, надо было убить эту... Надо было посмотреть, куда она сейчас прятаться будет. Что надо догнать и убить, и получить, соответственно, веру. Вот это, конечно, корпуса киросиров. Замечательно. Корабли на воде. Юниты атакуют вообще без урона всякого. Для себя. Поэтому, что угодно, можно на воде кораблями атаковать. Банк построили. А в Тбилиси-то строить нечего. Одинная мельница не нужна. Рабочие не нужны. Тут вот эта клетка не обработана. И вот эта... Ну, то есть, вот эту я пока вообще не хочу никак обрабатывать. Там, возможно, что-нибудь встанет. Динамин... Ну, тут... Исследовательские гранты. Просто реально больше нечего. Универ. Так, тут, кстати, можно район. Я бы священное место ставил. Есть на плюс четыре клетка. Ну, видимо, выкупим. Потому что это рост. Видите, тут... Наверное, надо было сначала священное место построить опять же, а потом кампус. Серьезно ты плывешь? А Рим... Блин, вот если сейчас корпус этих высадится, будет неприятно. А Рим, случайно, с Грецией не воюет? Нет, у него даже союз. Опаньки. Так, встану. Так. Следующим ходом я поставлю... Так, не тратим больше денег на выкуп клеток. Какие-нибудь морские... Наверное, стоит работника... На сушу... Выпускать. Так, пока тут... Буду контролировать рыцами. Там уже латники, но рыцари с садниками нормально. Стрельцов и пикинеров не было каких-нибудь. Так, вот этого... Давайте, наверное, этого рабочего все-таки сюда поведу. А вот этого рабочего тогда на этот лес. Блин, я так и не посмотрел, куда... Куда вот тут... Ну, скорее всего, туда, конечно. Ага, вот он. Сколько дадут от сверы? Нормально. Из этого внутреннего моря точно не выплыть до тайни льдов. Поэтому мы пока сидим, просто чилим, потому что... О, храм уже построил. Даже куру двору покупаем. Город растет. Пять ходов до десяти жителей. Ну, верфь. Блин, он высадился все-таки. Ну, по идее... Блин, или может убить... Три бушеты. Так, перемещай. Логистика. Плюс четыре золота от всех торговых путей. Кайф. Это надо ставить. Отлично. Дальше соседство. Четырнадцать ремесленники дают. Ну, вассалами точно не надо пока убирать. Республиканское наследие точно не надо. То есть, вот это счастье нам важно при игре с такими условиями. Я ни с кем не могу помириться. Ниоткуда взять счастье, да? Поэтому... Я бы просто убрал пока воинскую повинность. Потому что мне надо апнуть... Луки в арбалеты. Пока так. И апаем. И почему я даже пойду... Сюда? Что-то надо будет помогать с этим. Блин, ладно. Лети. Сейчас будем грабить. Так, сила. Трибушета в рукопашной 35. А корпуса кирасиров... 74. Вообще-то это ваншот на самом деле. Поэтому валим. Спрячусь в городе. Вот так. Сейчас он меня тут что-то разграбит, скорее всего. Но... Иначе мы бы убили эти кирасиры мне. Трибушеты. Или сюда лучше помочь с этими, пока разобраться. Вы меня спросили в каком-то другом видео, почему я, например, пропускаю ход скаутом, а не ставлю лечиться. Во-первых, чтобы у вас юнит лечился, вы не должны этим ходом вообще ничего ходить. То есть скаут уже походил, он 100% не будет лечиться. А во-вторых, абсолютно без разницы, как вы пропускаете ход в плане лечения. Если вы не ходили и хоть как-то пропускаете ход на любую из этих кнопок, юнит будет лечиться. Разница только в том, что вот это означает, что пока юнит лечится, у вас не будет на него камера переходить. Когда он вылечится, тогда вам игра скажет использовать. Вот это просто укрепиться, то есть он будет в укреплении стоять. А это просто пропустить ход. На самом деле лучше, наверное, укрепиться было бы, если бы кто-то меня атаковал. Но так никто не атакует, и я хочу следующим ходом ходить. То лучше пропускать ход просто. А еще вот это есть, боевая готовность. Это та же самая укрепица, но только у вас юнит будет задействован, если к вам подойдут какие-нибудь соперники, с которыми вы воюете. Так, я бы, наверное, сюда вел этого рабочего. Тут чинить придется явно скоро. Так, а что я в Хашуре строил? Промышленную зону. Ну что, дамбу или сначала еще мастерскую сделаем? Наверное, сначала мастерскую. Кстати, кампус тут неплохо встанет. Но тут, скорее всего, сначала дамба, потом кампус. Наука в данном случае не так важна, как сделать так, чтобы районы не ломались затоплениями. Еще 15 веры. Так, а там этот великий человек. Может мне его выкупить? Я сейчас за веру вроде ничего не покупаю. Гурдвара я только что купил. А вот этот человек мне точно очень нужен. Мало ли там македонский начнет начитывать. Так, тут все открыто, да? Вся территория, тут проплыть нельзя. Давайте вот тут посмотрим на города Ацтека. Ну, я бы открыл исследование, потому что... Я сейчас меркантилизм открыл, да? Но пока не буду строить каперы. А каперы надо построить, чтобы тут все грабить вокруг. Так, вот меня волнует этот кирасир. Не, ну город, если он будет атаковать город, то я, конечно, вообще не против. Так, сначала... Ой, блин, а вот линейная это хреново. А что мы взяли? Ой, мы военную науку ускорили. А, ну да, рыцарем убили же. А что мы взяли в руинке? 120 монет. Нормально, нормально. Ладно, давайте я тут тоже руинку возьму. 40 монет, это мало. Ну, теперь, видите, я поставил на лечение, чтобы когда он вылечится, я мог... Ну, сразу перенесся бы к этому юниту и использовал бы его. Не, ну тут я, опять же, пока спасаю требушет. Этого рабочего сюда. Так. Ну, сейчас посмотрим. Пожди, мои пути. Странно, почему только тут деньги? Почему вот Кутаиси, Тбилиси, например, не дает денег вообще? Причем у нас плюс 6 от карточки сначала, да? Вот это идет. Просто все торговые пути должны плюс 4 давать. Которых у нас 10. Ну, например, плюс 6, где идет Тбилиси, то есть это за 4 района, видимо, в Тбилиси. Да, их 4. Специализированные только считаются. То есть Священка, Центр коммерции, Правительственная и АК Кампус по 0,5. И они плюс, то есть, у меня, по идее, все в Тбилиси должны плюс 6 давать. Возможно, она дает, просто там не написано пока. Блин, а фиг ли ты сюда бежишь? Шумоходина греческая. М-м-м, 4. Ну, пока никуда не отправляем. Куда это у него? Такое ощущение, что он не Махенджи Даро пришел атаковать, а ко мне идти. Ну, видимо, Махенджи Даро надо помогать сейчас будет. Ладно, выходим. К сожалению, теряем от вассалов счастье. Так, этот сюда, этот сюда. Тут грабим 252 монетки, вау. Так, может что-нибудь апнуть? Я бы, наверное, вот эту галеру апнул в каравеллу, несомненно. Тут пока рано. Что еще могу апнуть? Стоп, а почему я этого лучника не апнул, блин? Блин, может идти помогать? Потому что, ну, корпус керосеров серьезно... Не, ладно, пускай тут стоит. О, только сейчас апнул почему-то. Так. Пошли литье. Ну, я даже могу. Наверное, стоит отплыть тогда. Чтобы он... Я не атаковал, потом вернемся еще, пограбим гавань. Ой-ой-ой, ацтек стрельцы пикинера. Ну, не должен убить, правда, но очень серьезный урон нанесет. Будем надеяться, что пушка по кораблю... Ну, блин, меня тут могут сейчас зажать. О, военный лагерь, ладно. Не будем под него подходить. О, тут халявная вера у нас. Грабить нечего. Жаль. Следовательские гранты в Тбилиси. Не хочу пока цехе строить. Десять ходов дороста. Ладно, продолжим. Ну, кстати, могу в линейных пехотинцев апаться. Ну, тогда у меня уйдет плюс семь на холмах. А разница между хефсурами и линейными пехотинцами... Так, сорок восемь. А линейный пехотинец... А, улучшается до мушкетеров? А я линейных пехотинцев не открыл еще, да? Пятьдесят пять. Ну, то есть те же самые плюс семь. Мне кажется, нету смысла тратить деньги. Или, может, потратить. Ну, тогда если тратить, то на эти юниты. Просто там плюс семь-то везде, а не только на холмах. Так. Не дает мастерскую устроить. Ну, давайте пока дамбу тогда. Он сейчас будет грабить, наверное, промышленный зон. Видите, как больно ударил. Просто подошел. Блин, ну он же линейным пехотинцем убьет меня. Черт. Минус рыцарь, очевидно. Тут надо спускаться на воду. И плыть домой. Так, ну давайте, наверное... А, линейных пехотинцев? Все верно. Линейные пехотинцы точно сильнее. Я с прошлым ходом открыл их. Шестьдесят пять. Вообще зашибись. Селитру использовали. Амани вахалкалаки. О, а что это он? И не разграбил. А что это он отступил? Кирасиром зачем-то. Ну не знаю, тогда пока не буду этого апать. Пускай в городе стоит. Хотя нам три линейных пехотинца там на что-то надо. Для ускорения вот этих мушкетеров. Ладно, давайте. Я не мушкетер, а в смысле стандартизации пехотинца. Это неверно, что три мушкетера требуют. Три линейных пехотинца. А он проатаковал Хашуре и отступил. Подожди, что? Очень странно. Там тут буду пока стоять. Ну и ремонтировать мне тут нечего, окей. Пока просто стою. Так, тут вырубаю. Под промышленную зону. Ну, видимо, холмы надо. Опять постоянно в надежде, что будут каравеллу обстреливать, а не рыцаря. Это корабль никуда не денется от меня. А вот Кирасира охота убить. Что-то он корпусов Кирасира Рим понаделывал. Вообще, если он ко мне приплывет этими корпусами... А с другой стороны, где ему высаживаться, чтобы нормально было? Тут я все держу. То есть ему надо как-то оплывать и вот здесь высаживаться. Тут я тоже все держу. Ко мне очень вообще тяжело влезть, получается. Давайте здесь шахту сделаю. Ой, блин. Вот пушечка... Пушечка неприятна. Да, минус рыцарь. Бомбарды, стрельцы и пикинеры. Так, тут уплываем. Можно, кстати, в бомбарду, наверное. А, селитры не хватает. 20 селитры надо. Ну, тогда... Каравеллу. Этой каравеллой... В город лечиться. Чуть-чуть не хватит, мне кажется, убить. Ага. Блин, Александр лидер по науке. У тебя уже не лидер, уже лидер Рима. И какими-то все рыцарями воюют. Фу, таким быть. Кажется, тут надо вырубать лес и фермы ставить. Производства в этом городе и так достаточно. Так, вот тут вырубаем. И ставим светилище. Плывем домой. Две руинки собрали. Достаточно. Хм. А вот малиналька корпусом каравелл вполне может взяться без стен. Правда, у нас стены строятся. Так, чтобы он отсюда не уплыл. Так ставим, но не буду атаковать, хочу уровень. Смотрите, тут зона контроля сейчас не может никуда уплыть от меня. Дальше. Дальше куда пойдем? Ну, давайте пока прямые паруса открывать. Так, при помощи... А вот, кстати, интересно здесь. Я вот не помню. Уничтожить врага при помощи мушкетера. Или, наверное, все-таки при помощи мушкетера. Поэтому я это никак ускорить точно не смогу. Я уже прошел мушкетера. Потому что если было бы при помощи линейных пехотинцев, это было бы слишком сложно сделать. Надо, типа, сюда идти. Тут явно не ошибка в переводе. Но мушкетеров у нас уже не будет. Мы уже в линейных пехотинцах. Уже шпиона. Слушайте, а как вот я с ацтеком, видимо, границами обменялся. Видом столиц, поэтому он меня и грабит. Так, значит, здесь ставим теперь не содержание юнитов, а плюс 100% морских. Потому что мы каперы будем строить. Ну и пока все. Пока все. Кстати, караваны, наконец-то... Да, наконец-то нормально показываете. Все в Тбилиси плюс 6. Нормально. Плюс 40. Так мало денег вообще. Троян Темпло Майор. Куда опять Кирасир делся? Здесь так постою пока ход, а потом... Ну будем ждать, пока он гавань починит. Лечимся. Ничего опять не разграбил. Опять, что ли, вернется сюда? Так, к рыцарям, наверное, в Кутаиси плывем. Помогаем Махенджи Даро отбиваться. Так, здесь пока рабочего, наверное, держим. В поте построили священочку, да? Блин, хочется храм, но так как я поставил карточку на каперов и каперов открыл, то надо каперы здесь строить. Это мне единственный вообще вменяемый пока город. Вот только с этой стороны. А ограбить тут дофига всего можно каперами, поэтому нужны каперы. Конечно же. Так, горе-исследовательские гранты, банк. One shot. 15 веры. Кстати, веру мне уже некуда тратить, поэтому ее надо бы подумать. А, слушайте, а вот тут проплыв есть. Неужели от стек... Тут какой-то другой континент, похоже. Хотя ставил же Пангею, все равно какой-то континент создался. Ну что, поатакуем малиналька немножко. Я бы захватил и уничтожил его. Фигляно тут стоит. Блин, я еще квадриремы хотел. Ну, квадриремы, наверное, опять же здесь хотя бы парочку сделать. Палатическую службу я не могу ее никак ускорить. Тут что-нибудь я могу ускорить. Два форта не могу. Просвещение открыть. Блин, у меня бы в индустриализацию еще... Нет, больше, пожалуй, меня не спрашивай об этом. Блин, 73 угля у чувака уже в угле. Я не выхожу чисто потому, что хочу квадриремы открыть. Э, построить. Квадриремы-то открыты. А эти я открою. Бригадан. Ну, с другой стороны, если у вас не хватает селитры, то, может быть, и не будет строиться. Есть. Сдох наконец-то этот киросир. Так, ну тут, видимо, ничего ремонтировать не придется пока. Гавань не отремонтирована, грабить нечего. Есть производственная. Давайте мастерскую. Тут священочку тоже было бы неплохо. Так, давайте сюда, наверное, ферму. О! 17 веры. Зашибись. Так, а вот тут, кстати, об крабов и лечиться еще можно будет. Сейчас на этих пиратах варварских набью веры. Так, что у нас здесь? У меня вообще стоит метка, но... Я уже ни в каком городе здесь не могу ничего построить. Кампус я имею в виду. Поэтому, наверное, можно эту метку убирать. Священные места тоже ни в каком городе. Хотя... Не, в Руставе я уже строю. Тоже ничего не построишь. Отлично. Ну, эти археологические... Верфь в Ахалкалаке. Водяная нет. Ну, стены можно. Эти стены не помешают. Без карточки, но... Способность Грузии сама по себе дает... Ускорение. Грузинские пираты скоро на каперах поплывут. Так. Плюс 5 к боевой мощи. Я бы голосовал... За ближний бой. И дополнительные единицы Ртути. Я сейчас ставлю на то, что Ртути, скорее всего, забанят. Ближний бой плюс 5. Отлично. Нет. Забанили Цитрусовые, которых у меня нету вообще. Ближний бой. Осада. Ближний бой. Трое за ближний бой проголосовало. А Васильевна Александрия отваливается. Нормально. К сожалению, я не могу ее захватить. Самостоятельно. Поэтому будем ждать, когда она к нам присоединится сама. О! Рим, где город, поставил. Не знаю, давно ли. Я только сейчас увидел. Блин, реально пингалу выкинули, сволочи. В общем-то, похоже, только Ацтек мог сделать. Не пятнадцать. Долго. Пускай лучше быстрее мастерскую построит. Так, тут шахту этим можно сделать. Да, не хочу я тут шахты в поте. Хотя... А, он обрабатывает эту плетку. Значит, надо тут шахту сделать. И сверху посмотрю, что у нас. Полечиться. Верфь в Кутаиси. Можно райончик ставить. Видите, благодаря освященному месту уже растет. Ну, кампус, наверное, нужен. Центр коммерции нет. Развлекать... Развлекательный комплекс. Блин, ну, очень не хочется вместо... Меди, потому что тут я могу шахту поставить. Это и... И... Еда будет. И вера. И производство. То есть хорошая клетка. Ради кампуса на плюс два. Или, может, реально развлекательный комплекс. Я тут, конечно, бы... Аквапарк скорее ставил, чем развлекательные комплексы. Ладно, знаете что? Давайте этот сюда пойдет. Я тут куплю клетку, когда он подойдет. А в Кутаиси тогда... Ну, рабочего тоже пока не хочу. Заповедник. Нет. Если раньше и будут престиж, я уже все убил. Любой престиж. Давайте древние стены. Стены за Грузию всегда хорошо. Карточку, может, все-таки на стены поставить. А, стоп. Что я делаю-то в прибрежных городах? Алло, каперы? Алло. Леша. Ну, тут я... Давайте я все-таки стены сделаю. Вот, потом каперы. Один ход. Средневековая стена пускай будет. Открыл фрегат в итоге. Так ни одного, ни одну квадрирему не построил. Ладно. Нету смысла откладывать. Надо в индустриализацию и уголь открывать. Че, гавань не починена. Надо пока... Просто потусуемся. Хрена себе. А кто это уже в линкорах? Рим в линкорах, да? Ну, если сейчас ко мне римские линкоры приплывут, это будет грустно. Но, правда, у меня 340 силы против моей тысячи. Хм, дайте я лучше пограблю. А где город? Вот тут, видимо, где-то не буду туда подплывать. Ну, не должны каравелу вроде убить. Хотя, если магодиши проатакуют, то все вместе могут. Маленькие города с накорми мир. Несмотря на накорми мир, у меня все равно маленькие города. Вот, какой-то остров будет, видимо. Ну, там у варваров линкоры. Мне каравеллы против линкоров очень больно будет. Что по великим людям? Мгновенно создает фабрику и мастерскую. Ученые, случайная зарень. Ну, в принципе, Джеймс Уатт был бы прикольно. Было бы прикольно взять. Давайте я монумент тут построю. Так медленно клетки прибавляются почему-то. А, ну, мы вообще меньше всех культуры. В три раза. Так, а тут мы ждем 13 жителей, чтобы промышленную зону поставить. Как раз Джеймс Уатт для этой промышленной зоны будет очень в тему. Ладно, давайте водяную мельницу лучше два хода. Интересно, там гавань, конечно, построена. Вообще даже не видно, где город от этой гавани. Блин, а может для Тбилиси лучше? Для какого города отдать эту клетку? Наверное, для Тбилиси. Потому что у Кутаиси будут морские клетки. О, Капер. Так. Гравлю все любое. Пошли вот этот кампус из кучи науки получим. Так, я бы еще одного Капера тут делал с этой стороны. Два хода. В Руставе святилище. Блин, ну надо храм доделать. Тогда только Каперы строить. И Гурдвару бахнуть. Че тут? Ну и такой маленький островок. Можно сюда наших каких-нибудь политических ссылать. Опять махенджи дару перекупили. Ну, кстати, чисто, чтобы я перестал быть сузереном. Так, просто одного апостола, одного посла и вперед. Так, электричество ускорили. Открыли индустриализацию. Вопрос по углю. Уже один есть. Давайте еще посмотрим. Вдруг где-то рядом. Александрия Прафтазия. Вполне может, кстати, ко мне присоединится. И больше, похоже, нет. А вот, вот уголь. Зашибиська. Так, у нас есть свободный рабочий с одним зарядником? Есть. Или этого лучше? Кто быстрее сюда прибежит? 12. А этот? 11. Этого отправим. Дальше паровой двигатель откроем. Пешком. Не удалось. Не удалось в аншане снизить влияние. Ну, короче, надо куда-то его отправить, чтобы он прокачался сначала. Ну, аншан нам надо на свою сторону переманивать. Так, этим капером что я пойду грабить? Вот эту в пелле. Вот этим пойдем в пелле грабить. Кампус. А этим, видимо, все-таки куда-то сюда. Можем, как, вот этот лагерь сейчас разбомбить капером. Давайте, наверное, так, третий, третий разец сдать мир вот этого краба. Пойдем купим клетку. Главное, чтобы бурима линкоров не было. То... О! Караванчики плавают. Озеро Крейтер. Красивое. Индийский. А вот еще остров для ссылки политических. Так, что там с ватом? Пока есть. Ну, мне его нету смысла раньше покупать. Просто потому, что у меня нету района, куда его бахнуть. Но в горе мы уже начинаем фабрику строить. Капер в Кутаисе. Наверное, хватит мне каперов. Тем более, мне с этой стороны тут не особо много что грабить есть. Поэтому я бы кампус тут строил. Вообще без соседства. А раз вообще без соседства, то... В тундре. Не хочу вот эти клетки кампуса. Ну, плюс... Какая разница? Плюс один, либо плюс ноль? Нету никакой разницы. Так, ну я думаю, что... Опять же повторю, каперы, наверное, нам. Тори Дебилен тоже как бы не особо нужен. Давайте я, наверное, строителя сделаю здесь. Конечно, там бежит оттуда. Производство шпионов. Может убрать плюс сто процентов к морским юнитам. Все, тут Капер еще строится, но будет он за два хода, а не за три. Тут я все построю. Думаю, надо убирать. Дополнительный уголь. Я бы, наверное, все-таки уже соседство промышленной зоны ставил пока. Ну и может шпионов, чтобы быстрее. Два влияния мне пока не надо. Так, сделаю. Тем более, что я могу шпиона сейчас построить. Ну, сначала здесь промышленную зону. Так. Блин, еще он каких-то... Почему он все корпусами ко мне отправляет? Ну и сколько науки это даст? Сто тридцать пять. Это практически сколько я вход имею. Ну, тут караванчики бегают, слушайте. Блин. Ой-ой-ой. Это я... Ну, вполне могу попробовать разграбить. Вполне может получиться. Пора просвещение открывать. Там просвещение что-то у меня ускоряет научную теорию. Два района пригород. Ну, я бы в электричество пошел на самом деле. Потому что и гидроэлектростанции, и морской порт мне нужны. Так. Блин, убьют каравеллу. Я все-таки не буду грабить. Двадцать семь веры. Зашибись-ка. Так, покупаем гурдвару. Рустави растет. Ну, верфь пока. Открыли броненосцы. Железная дорога. Ну, вот железную дорогу, наверное, можно будет попробовать. Подождите, а почему у меня 50 ограничения? Потому что стандартная скорость. У меня же военного лагеря вообще нету. Так, что дальше? В электричество, да? А может экономику открыть? Научную теорию сейчас ускорить. Так, два форта я тоже не сделал. Может, мы сначала полевые пушки? Нет, давайте электричество. Там, возможно, и в компьютеры недалеко будет. Давайте глянем, сильно ли у меня может затапливать тут. Вот одна клетка. Ну, это вообще не жалко. А, там я ни хрена не затапливает. Короче, можно на компьютеры забить. Все, тут все исследовано. Весь Атлантический океан исследован. Так, когда у нас будет промышленная зона? Три хода. Так, как раз к этому моменту я смогу, в общем-то, вата купить. Зашибись. Очень вовремя. А что у нас с концом эпохи еще как минимум 23 хода. Окей. Наверное, уровень возьму. Так, он куда-то тут уплыл. Надо контролировать. Следующим ходом Александрия Прафтази отваливается. Ой, Гонконг отваливается. Вау, так я сейчас Гонконг. Так, так, слушайте, мне надо тогда апнуть трибушеты для того, чтобы отвалившийся Гонконг захватить. И освободить. Я сделаю его городом-государством. 170. Карточка у меня не стоит, конечно, на ап. Ну, наверное, я думаю, можно. Хотя бы одну бомбарду сделаем. Блин, просто граблю каперами столько науки, сколько вход имею. по-моему, круто. Так, мастерская в Зугдиде. Фабрика. Тут соседство восемь, да? Здесь десять. Здесь четыре. Здесь будут из Кутаиси, тут и Споти будут влиять фабрики. Ну, хотя восемь... Строют мне угольную радио? Наверное, нет. Давайте банк строить. Еще можно водяную мельницу. Вот здесь она, конечно, мало будет работать, но тут настолько мало еды, что хотя бы водяную мельницу надо. В Монголии олигархи. Монгольские олигархи пришли к власти. Так. Еще один. Ага, тут уже кампус полностью разговаривать. надо вот к этому плыть. Валилась Александрия Прафтазия. Забираем лагерь. Катикапер могут убить опять же. Ну ладно, постою так. Где больше всего денег? Мога. Нигде нету центров коммерции. Каракорум. 534. Вау! Вау, вау. Отправляем туда. Торидебелен строится. Так, стою. Не хватает 4 селитры. он опять уже черепах добывает здесь. Все сломаем. меня плыть не может пушкой. Че он там стоит? Так, храм. строитель. Один ход до возможности строить район. Я буду строить священный священное место. Вопрос где? Я могу вот здесь плюс 3, да? Тут тогда лес надо будет вырубить. А, без вырубания просто сразу поставлю сюда священку и все. Так что отложу. Отложу просто производство на один ход. блин, колумбит, что ты меня обстрелишь? У тебя там осаждает вообще-то ацтек. Я флот ацтека уничтожаю, а ты в ответ если спасибо сказать обстреливаешь мои корабли. По-моему некрасиво. Так, ну плюс 2 это фигня полная, а вот плюс 3 получше. Эту клетку здесь купим, потому что уголь нам очень нужен. Так, сколько Гонконг еще держится? 3 хода. Значит, стоим ждем. Потом въезжаем и начинаем стрелять оттуда. В общем, давайте вот так подвозить. А вот эту тут апнем следующим ходом. Ауч. Минус капер. Римский, отлично. археологический. Но археологов у нас пока не открыто. Можем шпионов построить. Блин, я не купил этого вата в следующем ходу. Давайте шпион тогда в столице лучше. просто побыстрее будет. Ммм, как насчет здесь военный лагерь? А еще у нас центр коммерции не построен. Ну, кстати, почему бы здесь и не поставить его? Будет соседство еще. тут вот будет у этого плюс 5 веры, два района будет окружать. Есть электричество. Минус и порты можем строить. Подводные лодки. подводные лодки не можно. С нефти нету пока. Без нефти подводные лодки не фурычат почему-то. Ну, пошли в научную теорию. Собственно, дальше в экономику. Мы сейчас должны через два хода ускорить просвещение. Угольную фабрику в горе пожалуй и надо. в зуб диде водяная банк. Панк. Так, сюда пока где-то надо будет лес вырубать еще. Пока в броненосец не апаемся. Ауч. город так больно обстреливает. Блин, так я тут как раз на разграбление. Куда пушка уплыла? Сразу фабрика, вау. Так, а какой там следующий у нас великий человек? 480 для чудес. Вообще я бы мог вот тут рурку поставить. Может попробовать заполучить Густав Эйфель. А, рурку построили. Причем вот этим ходом Александр. Слушайте, а здесь нету веры, потому что просто в вольных городах нету веры. Так вот типа написано про вас. А, появилась иконка. А видели, не было иконки. Странно. так, ну пожалуй, блин, удалять тропический лес, не удалять. Давайте, наверное, вот этим рабочим, чтобы один заряд остался. Так сделаю и шахту сюда. Так, апаем в бомбарду. Два хода. Будем освобождать Гонконг. Или себе его забрать. Подождите, а нафига мне Гонконг, действительно? Ну, караваны, я понимаю, но мне их тут тяжеловато защищать. А вот в плане как плозам, тем более, что Александрия ко мне присоединится. И в принципе Гонконг неплохо стоит. Ай, ладно, не буду я тут все это грабить. Поплыли, лучше тут помогать. Так, капера не должно быть видно. Или сюда где-нибудь попробуем тут и караваны пограбить и полечиться, разграбив рыбу. Не знаю, как ремонтируются корабли, которые грабят рыбу. Видимо, дырки рыбехами закрывают. Капер, по идее, невидимый юнит, пока рядом с ним не пройдешь. То есть, то, что я граблю здесь территорию, Александр, ну, то есть, Пелло не может обстреливать капер. Только если рядом юнит какой-нибудь появится. Вот, как в данном случае появился, появилась квадрирема, а они в союзе с Александром. change the facts. посвящение, свободный рынок, либерализм. Либерализм бы я поставил. Причем, возможно, даже блин, треугольная торговля 36 денег, у меня плюс 12 с половиной. Это жалко. Наверное, вместо натур-философии, как ни странно. Я не думаю, что это, кстати, минус 20 науки будет. Давайте посмотрим. Нет, все-таки минус 20 науки. Так, не дает мне танк себе разграбить. арбалет. Наверное, арбалет буду подводить. надо куда-то сюда плыть. Тоже все грабить от стека. А, блин, у меня же геликарнас, точно, я два раза могу использовать. Ну, давайте для Рустави оставим вот здесь. Мы явно поставим промышленную зону. украсть в игре в играх было, чтобы вы могли бермудский треугольник обрабатывать городом каким-нибудь. Потому что 10 науки это, конечно, круто. 5 науки 10. О, слушайте, а я не знал, что морские юниты получают плюс 1 к перемещению. Слушайте, а где-то у меня был этот, что ли? я не вижу про загадочные перемещения ничего. Стоп, я перестал быть союзником Махенджи Даро. Не делай, я должен видеть тут перемещение грека. Просто очень везет, что Рим не строит флот по какой-то причине. Ну, я главный морской пират. Грузины, морские пиратики. Так, буртвару покупаем. И, наверное, я бы, наверное, фабрику и угольную устроил здесь. Так, сколько? 4 тысячи. Ну, больше я, по-моему, за веру ничего не буду уже покупать. А, еще священное место в Ахалкалаке. Ну, опять же, пока я там построю, следующим ходом Гонконг отваливается. Ну, я бы в национализм шел, чтобы корпуса мочь строить. Вообще, я, конечно, тут серьезно отстаю по культуре. Блин, 17 ходов. Может, лучше в естественную историю археолога открыть. Не, Гонконг отвалился. Вау, как больно по каперу работает. Но захватывать Гонконг мы уже, наверное, будем в следующей серии. Спонсоры канала могут прямо сейчас поискать уже в вкладке сообщества для всех остальных. Она появится завтра. Спасибо, что смотрите. рассказывайте, как у вас проходит прохождение. Ну, опять же, посмотрите, Пангея, но, однако, Ацтек на своем отдельном континенте получается. Хотя, стоит в настройках Пангея. Очень интересно карта создалась. Все, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Пока.